Сегодня состоялась встреча или, так скажем, выездной семинар организации «Автоевросила Харьков» в рамках всеукраинской программы, которую мы решили делать для наших активистов во всей Украине. То есть это семинары, которые позволят каждому активисту, либо человеку, который хочет стать активистом, либо пользователем автомобиля на европейских номерах, понимать, как правильно себя вести с представителями органов таможни, полиции. Потому что когда случается какая-то ситуация, неважно даже правовое это поле или неправовое, вы банально можете в аварию попасть и поверьте моему опыту. И вот здесь первый вопрос, который возникает, блин, а что ж у меня нет регистратора? Понимаете в чем дело? Поэтому вот как водительская, сейчас его можно купить за 300 гривен, регистратор, неважно, вот Рома правильно сказал, неважно какая картинка, Full HD вам не нужно, вам нужен звук и просто чтобы было понятно, что на картинке там происходит. Нам нужно максимально от регистратора получить что? Ну, первое, мне кажется, можно просто муляж подцепить и уже с вами будут разговаривать инспектора совершенно по-другому. Понимая, что идет съемка и он должен будет понимать, чтобы не нарушить процедуру, он будет стоять и думать о том, как вам правильно говорить и что говорить. Основная проблема, с какой столкнулись? По поводу показывания документов. В принципе, документы вы должны предъявить на законную вымогу. Законная вымога это мытник не имеет права тебя остановить вообще, тебя может остановить только работник полиции. Ну, вот с чего вы начинаете, вот я всегда говорю, вам начинают задавать вопросы. А кто сказал, что не вы их должны задавать? У меня сразу возникает вопрос, а вы вообще на каком основании здесь? Я знаю, что таможенник, у него есть конкретная привязанность к таможенному пункту. И он не может просто-напросто бродить где угодно и проверять кого угодно. Я бы советовал всегда начинать корректно, проявляя уважение к ним, на вы, все красиво. И вот когда у них почему-то, я не знаю почему, но это наша ментальность такая, у них это воспринимается как слабость. Они начинают позволять себе лишнего, начинают будить вот это вот все. Начинают будить пару рыков, когда ты начинаешь ему, опять же, я сейчас не делаю так, как раньше, сразу его морально туда. Я начинаю его стыдить, ну, вы полицейский, вы там должны делать то-то, то-то, ну, вам самому не стыдно, что вы вот так вот позволяете себе. У некоторых включается вот это сознание, и они начинают нормально с тобой вести диалог. Вот я рекомендую, я настаиваю на том, чтобы вы начинали общаться с ними, не повышая рамки, вот этого вот, не выходя за эти рамки. То есть обычно проявляя уважение, и если, если с его стороны, вот почему я говорю регистратор, вы при общении с органами, вот как меня учит адвокат, серый не надо, серый остынь, серый тихонько, в кадре всегда вы должны выглядеть жертвой. Когда, если вдруг они позволят себе лишнего, если вам в дальнейшем придется оспаривать их действия, вы не должны выглядеть в кадре, как лев, разрывающий полицейского, вы должны выглядеть жертвой. И тогда вероятность очень сильно задирается, что решение будет принято в вашу пользу. Первое, не показать документы, не просто сказать, что я видмовляюсь предъявлять документы, а говорить, нет, я покажу там на законную вымогу, но в этот момент успеть, первое, сообщить в наши оперативные чаты, это самое первое, и сразу, то есть если возникает ситуация, что инспектор не хочет по-хорошему ничего решать, первое, написали в RoadHelp или в любую другую группу, все, то есть уже в любом случае кто-то выйдет к вам на помощь, это первое. Второй момент, чтобы не было таких обидных ситуаций, когда выезжаешь из Харькова и доезжаешь там до Змеева, и потом оказывается, что ехать не надо, это не всем нравится, я считаю так, что если уже крикнул в оперативный чат, то обязан вот этих вот сотрудников, которые остановили, додержать до того момента, пока приедут, ну там, хоть кто-то на поддержку, и потом уже можно будет о чем-то разговаривать и к чему-то вывозить. Если вы уже сообщили о помощи, что вам нужна помощь, и когда вы понимаете, что к вам уже едут, почему важно продержать сотрудников до того момента, пока приедут грамотные люди, которые смогут вам действительно помочь. Все то, что происходит ваше отношение касательно дорожного движения, у вас есть обязанность предъявить документы, перечисленные в пункте 2.1. В пункте 2.1 в правилах написано, что вы обязаны иметь при себе, когда управляете машиной. Там написано техпаспорт, свидетельство о регистрации, водительское удостоверение о соответствующей категории и полис обязательного страхования гражданской ответственности. В пункте 2.4 написано, что по требованию сотрудника вы обязаны предъявить эти документы. Почему полис не обязательно показывать? Мы возвращаемся к тому, что требование, как вы помните, должно быть законное. Правильно? И вот когда он просит показать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации, это четко прописано в законодательстве, он имеет право требовать. Полис обязательного страхования, у него появляется право требовать. Это право закреплено в законе об обязательном страховании. И написаны случаи. При оформлении дорожно-транспортных происшествий, при составлении протокола, подчеркиваю, протокола, написано в законе, его не поменяли. Во всех остальных случаях, значит, право требовать страховой полис полицейский у вас не имеет. Чтобы вы понимали, если вам останавливают и говорят по поводу любого документа, сумместный вид працювания, операции террора, оружие, наркотики и все прочее. Вы стоите в автомобиле, вам говорят, открывайте мне багажник, я буду досматривать ваш автомобиль. Досмотр и осмотр два разных понимания. То есть, если вы досматриваете, останавливаете двух понятых, я открою при них багажник, пишите протокол досмотра. Если же человек досмотр, это одно понятие, а если осмотр, то, пожалуйста, обойди вокруг моей машины, сделай вот так вот стекло и посмотри, что у меня там оружие лежит, не лежит. То есть, это не является законным поводом. Соответственно, любые документы, которые они вам показывают, документ не является действующим до того момента, пока он не доведен до граждан. Начинать диалог нужно всегда с того, чтобы понимать, с кем вы общаетесь. Если у вас обязанностей ему нет представляться, у него есть, узнайте сразу, с кем вы общаетесь. Если вдруг возникнет какая-то ситуация, часто такое бывало, начинаешь потом искать, а кто ж это был, а данных его нет. Банально на уровне командиров иногда звонит, как-то человек дает знать о беде, что там какой-то полицейский что-то там сделал в отношении его. Мы начинаем сразу же поднимать командиров, там еще кого-нибудь, и вопрос, кто? Стаття 18, пункт 3. Возвращаясь к человеку, а в разу звернення особи до полицейского, полицейский обязанность назвать свои... Кстати, вы видите, а в разу звернення особи до полицейского. То есть, если я даже обращаюсь к полицейскому, полицейский обязанность надать свои прізвища, посаду, спецеальное звание та предъявить на ее вимогу службовое посвящение, надавши возможность ознайомиться с выкладанной в нем информацией, не выпускаючи его с рук. Запомните, это раз и навсегда. Если таможенник на дороге с полицейским, вот, самая распространенная, самая сложная ситуация, с которой вы можете столкнуться. Полицейский остановил, передал вас таможеннику. Подходит таможенник, и вместо того, чтобы отвечать на его вопросы, задайте ему вопросы. А что вы вообще здесь делаете? А на каком основании? А представьтесь, пожалуйста. А покажите служебное удостоверение с обязательной фиксацией, как минимум на бумагу. В ходе мероприятия хочу перевести тему по поводу законопроекта и дальнейших действий. Сейчас, если кто-то из вас смотрел уже в фейсбуке, Олег записал прямой эфир, когда он был во Львове. И принято решение совместно сделать, опять же, мы руки не сложили и продолжаем что-то делать, действовать каким-то образом. В каждом городе сейчас, вы видите, проходят какие-то акции, очень много людей узнают, объединяются, что-то нужно делать. Законом 55-67 наша деятельность не должна заканчиваться. То есть, в любом случае, до того момента, пока нам не разрешат эти автомобили узаконить полностью, то есть получить украинские номера, нам нужно продолжать борьбу. Очередной маневр, так скажем, пробег. Пробег общеукраинский, ну, это имеется в виду такие серьезные филиалы, как, допустим, там, Харьков, Белая церковь, Одесса. Мы по максимуму, ну, как, я с Олегом сегодня разговаривал, он говорит, давайте в каждой области кто сколько сможет автомобилей. Ну, то есть, допустим, мы там решили, что там от Харькова может поехать, там, допустим, 5 машин. Мы сели и поехали в Киеве, привыкнули к Киеву и поедем на мытницу, на Закарпатье. Те цели и задачи, которые несет вот это объединение автоевросила, вот как раз это мне и близко, что образовалось некое такое общество, которое продвигает те идеалы и те ценности, которые в нашем обществе действительно нужны. Я очень рад, что я принял участие в этой встрече, что больше всего мне понравилось, то, что я смог помочь людям и ответить на вот те живые вопросы, которые возникают у вас, когда вы задаетесь вопросом, как это происходит, почему это происходит, использование вот этих автомобилей на территории Украины, насколько это законно, как должна действовать полиция, что им можно, чего нельзя, что можно нам и почему это все происходит. Спасибо.